Всем добрый день! И сегодня хотелось бы выгореть, поднять такую тему, как тема стоек. Правильность выполнения, переходы из стойки, стойку и ну и так далее. Первая стойка, она, назовем ее условно первая, это фронтальная, выполняется стоя. Выполняется она таким образом. Ноги ставятся на ширине плеч, ну или шире. Я все время в процессе, допустим, тренировок, делаю ноги шире плеч, чуть-чуть, чуть-чуть. Приклад автоматов становится вот в это место, вот в правый глаз. Чтобы в момент прицеливания ваши глаза были направлены через прицельное приспособление. Корпус радикально вперед направлен. И таким образом начинаем работать. Почему именно таким образом работаем? Потому что у нас на нас, естественно, бронежилет одет, одет бронежилета. Постилы находятся в спереди. Если, допустим, вы работаете из такой стойки и вам не дай бог сюда что-то прилетает, само собой бронежилет вас не спасет. Вот таким образом. Далее. Да, еще один момент. Стойка может быть не паройка, да, ноги параллельно на вас расположены. Еще может такой вариант быть, когда правая нога находится впереди, отсюда работает. Но тут, грубо говоря, выбирайте сами, кому как удобней. Я использую в своих тренировках и такую стойку, и такую. Далее. Стрельба с коленом осуществляется. Я все время принимаю, как вы уже могли заметить, посмотрит мое видео. Я все время использую такую стойку, когда моя правая нога находится впереди. То есть, вот таким образом. Локоть находится вот здесь на колене. Не на самой коленке, а вот здесь вот сбоку. То есть, цель такая, уйти как можно ниже, не используя все-таки ногу, как опорную для локтя. В принципе, она прекрасно подходит, как опорная. Отсюда можно работать таким образом. В принципе, довольно-таки удобно, но, естественно, конечно, нужно немножко привыкнуть. Далее. Да, еще, ну и само собой, левосторонняя стойка существует. Здесь я, допустим, пользуюсь так, что нужно уйти просто как можно ниже в ней. Как можно ниже. И отсюда работаем. Дальше. Стойка. Не стойка, а стрельба из лежачего положения, из положения лежа. Значит, как ее принимаем правильно? Я все время, да, делаю вот таким образом. То есть, рубку ставлю на землю, отсюда многие отбрасывают назад. Дальше назад и принимаю положение лежа для стрельбы. Таким образом. Возвращаюсь через колено назад. Ну, я так привык, мне так удобно и так далее. Некоторые, конечно, используют немножко по-другому. Они падают за колено, отсюда падают на корпус. Но, я так, мое мнение, так не совсем правильно делать. Не дай бог, мы там где-то на коленях. Колени вы разобьете. Ну и тренируем, нарабатываем так, таким образом, стоечки. То есть, делаем такие упражнения, как я уже у меня и на канале. Есть они из шесть. То есть, упражнения, на движем их все покажу. Ну, в принципе, я уже их показывал, они у меня есть. Ну, и таким образом, от нарабатываю. Ну, либо наработка идет, когда из положения лежа сразу. Начинаете работать. Ну, и таким образом, постоянно тренируетесь. То есть, таких упражнений шесть. А еще и есть на канале. Смотрите, тренируетесь. Ну, а сейчас, попробую показать вам, как это все будет выглядеть с гладкоствольным оружием. Спасибо. 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 Да, еще один момент хотелось бы добавить. Ну, вы все видели, что в качестве мишени я использую вот такие, грубо говоря, 5-литровки, одетые на какие-то палки. Ну, почему? Потому что, ну, не вижу смысла здесь ставить какую-то мишень, четвертую, там, или человек грудную, и по ней стрелять бессмысленно. Вы попадаете, тем более дробью, постоянно выстрел за выстрелом, а просто не определите, попадаете вы или нет. Да, да, здесь в качестве гонга, грубо говоря, вы используете 5-литровку, очень удобно, в принципе. Я же показываю, как заниматься самостоятельно, то есть вы не ходите в какие-то стрелковые секции, стрелковые клубы заниматься, где там стоят металлические гонги, где вы по ним стреляете. Здесь вы сами занимаетесь, то есть импровизировано ставите 5-литровочки, пожалуйста, работайте. Испортилось, отстреляли, всю, вся дырявая, все вытянули, заменили. Вот и все, в принципе. Очень удобно. Ну, а на сегодня, в принципе, и все. Тренируйтесь, занимайтесь слазкой с дивана, выходите из зоны комфорта, выезжайте на природу, занимайтесь, развивайтесь. Ну, и до свидания, до новых встреч, всем пока.